Здравствуйте, меня зовут Илья Сазонов, я заместитель главы информационного отдела Вознесенской епархии. Сейчас я вам хочу презентовать работу нашего отдела. А можно вопросить? Не все знают, где находится город Вознесенск? Город Вознесенск находится в Николаевской области. В 2012 году из состава Николаевской епархии была вводлена Вознесенская епархия, которая входит в 9 районов области. Потому что это тоже важно. Я знаю, я проезжал сюда в 10 раз. Теперь можно. Вознесенск, Николаевской епархии. Город Вознесенск, Николаевской епархии. Информационный центр, интернет-сад, газета. Началось с тесно сотрудничества с ТСМИ, в частности с ТСМИ, с ТСМИ, с ТСМИ, с ТСМИ. Также мы имеем тесно сотрудничество с редакцией «Закоргизм. Томитизм» присылает нам несколько администрированных епархий бесплатно. Также мы используем Северненский министры с нововерным отделом. Там выпускают журнал «Подряк». И, конечно же, были созданы наши лица, то есть это ли, которые отвечают за жраты, за наполнение санта, по данным информациям. И, конечно же, были созданы под коллеги «Закоргизм. Томитизм. 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 Томитизм» Практически каждую неделю проходят интервью, прямые эфиры. И это дает свои положительные результаты, потому что многие люди посылают, приходят нам, присылают письма, на которые владыка обещает. У нас работает активный интернет-сайт, в котором есть раздел «Опросы ипорхипастеря». Те вопросы, которые приходят на сайт, на все владыка дают ответы, потому что не каждый человек может приехать в епархиальном управлении и лично побеседовать с нашим владыком. А таким образом имеют активное сотрудничество и пастырская деятельность с нашим владыком. В двух словах хочу добавить к этому видео. К сожалению, наша епархия очень маленькая. У нас в кафедральном городе Вознесенск проживает 30 тысяч человек, во втором кафедральном городе проживает 70 тысяч человек, которые находятся в нашем епархиальном управлении. Соответственно, в информационном отделе работает очень мало людей. Это не из-за того, что работаем, а просто на самом деле некого привлекать. И, как и во многих епархиях, существует проблема ресурсов. Ресурсов катастрофически не хватает для покупки соответствующего оборудования. Допустим, видео мы снимаем на наш садоаппарат. Но, тем не менее, мы это делаем. Кино так снимают? Сейчас, да. Сейчас и клипы снимают. Также, к сожалению, сотрудники нашего информационного отдела, все, не имеют журналистского образования. Но, благодаря нашему владыке, который поддерживает наши инициативы, правильно направляет наши правила, и мы можем работать. Владыка Алексея – это ученик Владыки Антония. Если кто не знает, он 4 года проработал в стенах Киева-Печерской лавры, будучи экономом киевских духовных школ. Он подчеркнул у Владыки Антония много идей, много инициатив. Также, благодаря Синодальному отделу и фестивалю СМИ, мы учимся, развиваемся, имеем неисправимое желание работать в сфере информационного пространства. Также хочу поблагодарить отдельную редакцию портала «Православие Украины» и Юлию Каминку в частности за то, что всегда откликается на наши просьбы, публикации того или иного материала. Приглашаю всех посетить наш официальный сайт вознесенц.artox.ru, который также создан на базе приход.ру. и волочью увидеть плоды нашей работы. В последнее время мы стараемся делать больше видеоматериала, снимать проповеди, какие-то актуальные события, которые происходят у нас в епархии, и добавляем на наш интернет-сайт. Также недавно на наш официальный сайт мы ввели портал, точнее раздел нашей газеты, где добавляем интернет-версии нашей газеты. Раздел недавно введем, поэтому мы пока что только добавили одну газету, но в течение недели добавим все остальные номеры. У нас газета выпускается с мая этого года. Вот буквально сейчас, вот на дня, завтра отдаем печать свежей номеры. Вот так вкратце о работе нашего информационного отдела, нашей молодой епархии.